МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте не будем обращать внимание на определенные объективные какие-то моменты, которые происходят, начнем с себя, очищать какое-то свое энергетическое пространство. Ну и вот как-то так, шаг за шагом, люди поняли, что на самом деле это действительно нужно, нужное дело, и начинать надо с себя. Когда делаешь благое дело, знаете, и карты в руки, пути подскажет Всевышний. В общественном движении есть такие подразделения, как женский клуб «Алма-Ата», а также приют «Солнышко». В организации на данный момент насчитывается более тысячи человек, которые активно участвуют в акциях и благотворительных проектах. Проводим очень много офлайновых мероприятий, направленных на то, чтобы горожане где-то в совместном, допустим, труде, да, знакомились, и начинали общаться именно офлайн. И все-таки на земле много добрых людей. Яркий тому пример – удивительная помощь алматинцев в поселке Карагайлы, пострадавшем от сели. Близкий друг Константина, бентонат Бесимбаева и лидер женского клуба «Алма-Ата» поняла, что все в наших руках. У нас у всех возросла вера вообще в доброту. То есть это вот очень было показательно. Да, в таких критических моментах, знаете, оттачиваются вот эти вот… Сразу видно, кто есть кто. Кто просто там пришел, что называется, помыл женство, да, а кто на самом деле… Приезжали и оказывали содействие посильное. И это на самом деле вот, ну, придало дополнительных, знаете, сил для того, чтобы все-таки мы на правильном пути. Победи себя, и мир будет у твоих ног. Такой девиц у общественного движения я алматинец. И вместо того, чтобы жаловаться на всех вокруг, лучше всего на собственном примере показать другим, что лишь объединившись, мы сможем изменить этот мир. Надо людям показывать, что люди должны друг другу помогать. И что это не что-то из ряда вон выходящее, а именно, что называется, чтобы это было в порядке вещей. И чем больше людей к нам присоединится, и поймет, что это на самом деле так, и это делать нужно, тем будет больше пользы на самом деле. Двери в я-алматинец всегда открыты. Миру нужны люди с доброй душой и готовые прийти на помощь. Порой мы даже и не подозреваем, что многие в глубине своей души необычайно добры и сплоченны, и этим, как говорит Бентонат, необходимо делиться. Возможно, тогда за вами последуют и остальные. Мы надеемся, что, услышав эту историю, вы вдохновитесь, и это воодушевит вас на свершение уже своих маленьких добрых дел. Диана Колтаева, Ренат Алибеков, Жанакун.